А уже с этого дня можно побывать на необычной выставке, которая рассказывает о Первой мировой войне языком плаката. В этом году исполняется 100 лет с момента начала вооруженного противостояния, которое в очередной раз перевернуло мир. Вот так распорядилась история. События Первой мировой оказались для потомков недостаточно интересными, недостаточно важными. Их затмила Вторая мировая и Великая Отечественная. Первая половина XX века вообще была насыщена войнами. Русско-японская, Первая мировая, гражданская, советско-финская. Плюс межвоенные конфликты, в которых также участвовал Советский Союз. В Китае, Испании, еще раз в Японии. Словом, до начала 50-х мы практически только и делали, что воевали. Но Первая мировая война заслуживает отдельного рассказа. За это дело и взялись сотрудники российских музеев. Экспозиция – плод межмузейного сотрудничества. На выставке представлены плакаты, которые были в ходу во время Первой мировой войны. Вообще плакат – это очень боевое искусство. Ведь искусство такое, что очень быстро появляется и очень быстро забывается. И это уникально, что эти плакаты, представленные Центральным музеем современной истории, находятся у нас сейчас. Пусть это репродукция, но тем не менее, они очень интересно рассказывают о том, каким образом воспринималась война с жителями того времени. Часть плакатов рассказывает о битвах под Варшавой на реках Висла и Неман. Другие содержат в себе призыв к населению жертвовать на оружие, на военный заем, на передвижные бани для солдат, устройство домов для увечных. Примечательны сатирические плакаты. На них неприятели изображены в виде разбегающихся тараканов-прусаков. Выставка одновременно открывается в 48 городах России – от Калининграда до Южно-Сахалинска. В Чебоксарах зрителей приглашают в музей Чапаева. Субтитры создавал DimaTorzok